Продолжение следует... Продолжение следует... Почему? Потому что родители ходили на работу, и кто-то должен был присматривать за детьми. И школьные, дошкольные учреждения обеспечивали следующие функции. Пребывание детей, детей под пересмотром, пока родители на работе их кормили, там еще вот эта следующая функция. Это совместное пребывание детей, воспитание. Параллельно, конечно же, этих детей нужно было воспитать, научить каким-то первичным вопросом. И в старшей группе подготовка к школе. Причем подготовка совершенно отличается от того, что мы сейчас видим. В то время подготовка значила приучить ребенка к порядку, что он должен целый час, там 45 минут сидеть ровно, поднимать руку. Если спрашивают, отвечать. Если не спрашивают, не отвечать. Вот чисто технически вот какие-то такие моменты. Никакого вопроса обучения буквам и так далее в детском саду в начале, когда организовался этот институт, еще не было. В наше время уже эти требования расширились. Теперь нужно обеспечить именно безопасное пребывание детей под присмотром, обучение простейшим навыкам ухода за собой. Мы знаем, что дети без определенных подготовительных условий даже в школу уже не ходят. Им нужно, чтобы они были подготовлены. Дальше научить общаться и коммуницировать со сверстниками. Так, уютного Елены Владимировны пишут, что звук пропал. А скажите, другие слышат? Так, да, слышно. Звук есть. Надеюсь, у нее тоже сейчас восстановится. Звук есть. Отлично. Тогда продолжаем. Дальше. Теперь нужно дать, мы даем детям возможность раскрытия индивидуального потенциала, чтобы каждый ребенок в садике может развиваться. Подготовка к школе, а это уже совершенно на другом уровне. Дети уже перед тем, как идти в школу, они знают буквы, как они выглядят. Да, они не пишут или если пишут, то печатные буквы, а не прописные. То есть требования к детскому садику возросли. С чем это связано? Именно с тем, что современные открытия по психологии показывают, что детский мозг особенно пластичен. Именно в дошкольном возрасте с 5-6 лет дети могут обучаться всему, чему угодно, намного легче, чем позже. И здесь также появляется следующее требование воспитания духовных и моральных ценностей. И в 13-14 году были объявлены федеральные госстандарты определенные относительно образования дошкольных учреждений, где вот эти абстрактные понятия были расшифрованы следующими действиями. Это поддержка разнообразия детства. То есть ребенок в детстве может получать, с одной стороны, совершенно разные впечатления он должен получать, не однобокое воспитание, а многогранное. Поэтому детей водят и на спектакли, приглашаются в детские сады разные артисты, которые показывают мероприятия, проводят совместные какие-то вещи. То есть ребенок, с одной стороны, для ребенка это разнообразие, с другой стороны, поддержка разнообразия в детстве, что каждый ребенок по-своему уникален. Возьмем простую вещь. У нас страна многонациональная, многокультурная. И приходят дети из разных семей, с разными традициями. И каждый ребенок приходит с багажом своей семьи. И здесь это разнообразие мы поддерживаем. Мы не просто стремимся, чтобы все выровнять, как глобализация, чтобы все были равны, а чтобы каждый имел свою роль. Да, их роли равны, но это не значит, что все поступают одинаково. То есть мы позволяем каждому человеку проявлять свою личность по-разному. И это имеет место. Не зря у людей разные таланты. Кто-то хорошо в математике силен, кто-то прекрасно стихи читает, кто-то рисует, кто-то у нас дворы убирает, кто-то строит космические корабли. Каждому есть место в жизни. И когда мы говорим о детях, именно в детях с малолетства мы им даем понимать, что каждый из них уникален и ценен, несмотря на народность, несмотря на национальность, народные традиции, несмотря на состояние здоровья. То есть люди с различными данными имеют равную ценность для государства. Следующее требование ФУГОС – это содействие сотрудничества детей и взрослых. Признание ребенка полноценным участником образовательных отношений. Это очень интересная вещь. В чем оно заключается? Мы детей воспитываем не так, как мы хотим, чтобы они были удобны нам, но мы пытаемся уже подстраиваться по детей. Мы дальше поговорим о жертвах методики воспитания спорта. Если раньше цель была сделать так, чтобы ребенок не мешался под ногами, сейчас это считается изъянным. Это не может быть целью. Ребенок не мешается под ногами. Ребенок познает мир. И наша задача – помочь ему в этом познании. Следующее. Почему важно сотрудничество детей и взрослых? Потому что сейчас очень сильно рушатся семьи. И часто семьи рушатся не потому, что люди плохие, а потому, что не смогли между собой договориться. И вступая в новые семейные отношения, часто родители, женщины, мужчины, которые выходят во второй раз замуж, наступают на те же самые грабли. То есть получается, что не тот человек, который с ними является причиной, раздора, развода семьей. А скорее всего, незнание, неумение подстроиться. То есть во всяком случае, опять же, незнание, неумение контактировать и коммуницировать. Поэтому мы детей именно с садика обращаем внимание на качество коммуникации. И коммуникация уже со взрослыми вместе. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. То есть не то, что мы ставим планы, ребенок должен подчиняться этому плану, а мы наблюдаем. Если ребенок что-то хочет, мы подстраиваемся под его желание. И на самом деле, ребенок это стихийное бедствие, если можно... Он стихийный, нет, не бедствие, конечно же, но он ребенок, а дети стихийные. Они сложно подчиняются. И в семьях, где есть маленькие дети, и, конечно же, взрослые больше подчиняются детям. С одной стороны, это правильно, с другой стороны, это подчинение должно быть осознанным и управляемым. То есть если мы видим, что в этот момент у ребенка развивается стремление к рисованию, мы помогаем, обеспечим его всем необходимым, чтобы он рисовал. Если он заинтересовался динозавриками, почему бы об этом не рассказать ребенку и дать информацию, чтобы удовлетворить его живой интерес к этому. Но с другой стороны, когда мы не можем идти на поводу у детей, и когда они как-то плохо поступают с другими людьми. Вот именно здесь эта поддержка инициативы детей должна быть сильно контролируемой. Причины конфликта в семье и часто бывают из-за детей. И в чем, из-за чего они возникают? Во-первых, это различные видения процесса воспитания. Не потому что ребенок плохой, а потому что мама хочет из ребенка сделать одного, а папа видит его в будущем совершенно другим, и другие качества. То есть разногласия между родителями. Получается, я чуть-чуть забегу вперед, что детский сад сейчас, дошкольное образовательное учреждение, учит не только детей, оно учит и родителей. И родителей правильно понимать, вместе соорганизовать и настроить свою работу таким образом, чтобы это было качественно и хорошо. Разные отношения к образованию детей. Чему научить, как научить. Следующий ребенок, повод выразить свой дискомфорт. Как это получается? Часто это получается у родителей неосознанно. То есть везде он работал, его разозлил начальник, какие-то коллеги пришел домой, он уже чаш его терпения переполнен, он был напряжен немножко, расслабился, потому что он дома, человек дома расслабляется. Ребенок сделал что-то некорректное, ну, неуклюжесть какую-то проявил, и бац, отец взрывается или мама взрывается. Вот это тоже, когда человек осознает, что не в ребенке это дело, а в его внутреннем эмоциональном состоянии, тогда он регулирует это отношение. Следующее, это усталость родителей после работы. Боль, голод. Если человек болеет, он неадекватно воспринимает окружающую среду. Если человек после работы пришел уставший и голодный, его надо вначале покормить, а потом все остальные мудрые женщины знают, что никаких переговоров с мужчиной до того, как его накормили. Нужно покушать. Банальные, простые физические потребности влияют на нашу психологическую реакцию. Ну, конечно, человек взорвался, а потом мама защищает, и получается внутренний конфликт. Людмила Ксенофонтовна пишет, что слабый интернет. И, скорее всего, это у нее слабый интернет, потому что вот коллеги, которые здесь в чате, они хорошо слышат и видят. Вот. И сейчас эпоха очень интересная. Если родители раньше были более или менее однородные, в детский садик ходили дети, родители, которые были где-то до 30-35 лет, то сейчас это расширилось. Есть молодые родители, я сгруппировала до 24 лет, от 25 до 35, и 36 и старше. Это очень взрослые родители. Вот знакомые лица. Ну, что ж, друзья, и что получается? Я пока разделила вот таким образом этих родителей. Можно разделить и еще шире, по уровню образования, по национальности, по каким-то другим критериям. Но для чего мы структурируем, создаем вот такие структуры, определения? Потому что оно каким-то образом позволяет более организовать, потому что люди очень разные. Конечно, мы делаем индивидуальный подход, но если у нас в группе 20 детей, то это 40 родителей, плюс еще бабушки и дедушки. То есть каждому подстроиться очень сложно. Легче, если мы каким-то образом сорганизуем вот наше общение с ними. Итак, кто такие молодые родители? Это молодые люди, которые часто по залету, у них родились дети, нет опыта. Знания о воспитании детей, они берут из интернет-форумов. Многие даже книг не читают, особенно чем моложе. И они начинают, потому что книги слишком умные, слишком тяжелые, писали люди в другом эмоциональном состоянии, в другом статусе жизненном. Поэтому они начинают общаться с ровесниками, с теми же людьми, которые в их положении. И начинают обмениваться опытом на форумах. Вот знание воспитания детей, как их воспитание, у них идет оттуда. Есть желание при этом насладиться жизнью, и ребенок каким-то образом им мешает. С одной стороны мешает, с другой стороны, конечно же, они любят своих детей. То есть тут вступает какой-то конфликт. Хотят достигнуть личных успехов в жизни. У них неустойчивое финансовое положение, очень часто мелкие ссоры в семье из-за личной категоричности. Возраст такой. Осознанные родители, которые после 25 лет, они ребенка окружают большим вниманием или предметами. Потому что некоторые люди считают окружение предметами детей, обеспечения их всякими игрушками, одеждами, качественными, являются проявлением внимания и любви к ребенку. Увы, не всегда это так. Ребенку, кроме одежды и материальных вещей, в основном нужен прямой контакт, общение. Именно словесное общение, чтобы его ласкали, чтобы его гладили, телесный контакт. В этом возрасте люди часто имеют два или более детей. И вот когда двои более детей, это очень хорошо. Почему? Потому что дети уже сами друг на друга влияют, помогают родителям. Самое интересное, что при наличии двух детей у мамы больше времени, чем при наличии одного. Потому что дети друг друга вот именно развлекают. Они уже начитались книг. Вот этот возраст уже больше читает книги, общается на форумах, смотрят рекомендации по воспитанию на ютубе, умеют при надобности мягко надавить на воспитателей. То есть они не категорично будут высказываться, а скорее всего в силу своей зрелости мягко надавливать, чтобы провести свою точку зрения. С ними надо по-другому общаться и стараются уберечь своих детей от своих слов. То есть когда они, супруги ссорятся, они отходят в другую комнату или пытаются это делать в отсутствии ребенка, чтобы ребенок этот не видел. И следующая категория это очень взрослые родители. Ребенок для них как драгоценная игрушка. Ребенка окружают сверхзаботой. Эти дети идут по 10-15 кружков. Могут, не обязательно. Большая разница может быть между братьями и сестрами. То есть может быть там брат и сестра разница в 15 лет. Воспитание основано на выводах из собственного жизненного опыта. Да, эти люди когда-то читали книги, потом читали другие, видя как одни книги, опровергают другие книги. Они приходят к своему жизненному опыту. Вы, то есть не верят уже книгам. И торопятся научить всему, что нужно для обеспечения жизни. Потому что они знают, что ребенка надо поскорее поставить на ноги, побыстрее научить его быть самостоятельным. Жизни коротка и неизвестно, сколько они еще поживут. Вот этот вопрос, когда касается очень взрослых родителей. Кстати, здесь еще есть одна из загвоздок, что у родителей может быть большая разница в возрасте. 10, 15, даже 20 и более лет. Скажем, отец за 50, а мама 30 с чем-то. И получается большая разница в воздухе и большая разница в мировоззрениях. И мы понимаем, что здесь очень может быть, что отец будет требовать одного ожидателя, требовать одного, мама будет ожидать или требовать совершенно другого. и еще один вопрос, что при такой разнице все-таки большинство современных родителей это жертвы методового воспитания по графику. Был такой Бенджамин Спок, который в свое время написал книгу в помощь родителям о том, как воспитывать. Когда я читала отрывки из этой книги, довольно, книга довольно гуманная, но каким-то образом, сокращенном или извращенном виде, или как, но вышли такие принципы. Нас, в наше время, вот большинство людей, которые здесь сидят, кормили каждые, после рождения, каждые три часа. Сейчас это так не считается. Считается, что ребенка надо кормить именно тогда, когда он проголодался. А там был четкий грант. Каждые три часа. Нечего на каждый плач обращать внимание. Наплачется, успокоится. Сейчас психологи утверждают, что это очень большая травма, когда человек, ребеночек плачет, у него нет понимания времени. И к нему, когда не подходит, у него возникает травма обреченного, брошенного и внутреннее такое несчастье. И у него сплетаются два компонента. Человек получает удовольствие, когда страдает. У него страдание равно удовольствию. Почему? Потому что он, с одной стороны, обижается на маму. Почему мама, папа не подходит к нему, он плачет, ему нужно внимание. С другой стороны, он чувствует, насколько он зависит от них. Родители наказывают, а он бежит и обнимает маму. И во взрослой жизни у него получается, что достигнуть успеха, радости можно только путем страдания. В то время, как другие делают это, совершенно не страдая. Следующая рекомендация. Не берите ребенка часто на руки, не слезет. Будете носить все время, жизни своей не будет. То есть по делам не, по дому никаких дел не бойся. В более древнее время, раньше лет 100-150 назад, совершенно глупо другого. Семьи были большие, ребенок переходил из рук в руки. И результат, что было? Когда недостаточный тактильный контакт у ребенка во взрослой жизни, это оборачивается Альцгеймером и болезнями Паркинсона, старческими. Не ест во время обеда, пусть останется голодным. Зато потом будет прибегать при первом зобе. И мы после этого, вот еще одно такое высказывание, при этом мы сейчас удивляемся, почему люди полнеют. А когда ребенка оставили голодным, когда он не захотел есть, в следующий раз он хочет не ем, он хочет, он будет сметать всю еду, лишь бы не остаться голодным. У него внутренний механизм остановки, когда насытился, закрыт. Почему? Потому что его вырастили, вот именно с этим, один раз поступили так, всего лишь один раз. Зато ребенок потом стал таким удобным, как только обед, он сразу пришел, первый и сел аккуратно и все съел, тарелку до конца прямо радовались этому. А во взрослой жизни это оказывается чревато довольно серьезными проблемами. Манежи и ходунки. Ну, ходунки ограничивают перекрестные движения у детей, то есть дети, когда не ходят на четвереньках, недостаточно ходят, сколько им нужно, возникают логопедические проблемы. нахождение в манеже приводит к тому, что дети неравномерно желают, развивается их понимание мира и физические действия. Когда ребенок без манежа, он постепенно расширяет свои территории. Он не сразу выбегает куда-то, он постепенно расширяет. А когда ребенок в манеже, манеж убрали, он внутренне развился, а физически нет, и он выбегает, перерубая все эти преграды и осторожность. То есть из-за манежа у детей умирает, погибает внутренняя прирожденная осторожность. вот что делает это наше желание обеспечить нас взрослых комфортом. На самом деле, что делает, убивает внутренний механизм самозащиты ребенка. Один раз накажет, зато на всю жизнь запомнит. Да, верно, один раз наказали, на всю жизнь запомнил. И еще один страх был, что подумает окружающий. Это страх и сейчас есть. сейчас он перерос немножко в другую его крайность. Мой ребенок лучше, чем чужой, чем у него. Смотри, у меня вот столько знает у него. То есть желание, чтобы дети как можно быстрее научились каким-то вещам, чем знают другие дети. Это та система конкуренции, в которой выросли родители. И как вы думаете, как они будут воспитывать своих детей, если их они не будут осознанно относиться к процессу воспитания детей, они будут повторять то же самое. Поэтому их нужно вернуть к осознанности. И к осознанности поэтому приняло в пост такие правила. Что получается? Взрослые преследуют свои цели и реализовывая свои видения мира, часто забывают, что ребенок личность. А ребенок личность и каждому ребенку нужно найти индивидуальный подход. В садике это сделать намного сложнее, легче сделать это в семье, потому что в садике детей много, в семье меньше. Поэтому мы обращаемся, воспитатели, образование обращается за помощью к родителям. На самом деле родителям тоже интересно, как будут воспитываться их дети. И для того, чтобы привести в баланс и чтобы процесс воспитания, который дают в детском садике, продолжался еще дома, вот нужна эта взаимосвязь, эта связка родителей и садик. Что происходит с детьми, которые с непроявленной личностью во взрослой жизни, если не проявилась личность маленького ребенка, он идет зажатый, выросший в манеже, у него бессилие. Мы вокруг людям очень много людей, которые напиваются. Почему? Потому что у них внутренние бессилия. Если бы они смогли, у них было достаточно эмоциональных сил сражаться, воевать, достигать каких-то целей, они бы это делали, но им не хватает. И поэтому они идут в наркотическое алкогольное опьянение, при котором боль от своего бессилия отступает. Часто они не умеют доводить дела до конца. Почему? Потому что в тот момент, когда ребенок пытался делать что-то свое, его отвлекли, потому что надо сделать по графику. И несколько раз прерывая дела в то время, когда человек и ребенчик вдохновлен, он понимает, что бессмысленно вдохновляться, все равно кто-то помешает, и он сам не доводит дело до конца. Следующее отсутствие счастья и удовлетворенности жизни. И если человек не понял, чего он хочет, не проявил свою жизнь, личность, каким бы богатством, каким бы изобилием не был бы окружен, он не чувствует удовлетворенности в жизни, потому что сам не понимает, чего же хочет. Даже люди и вокруг него могут его любить, окружить любовью, а он считает себя недостойным принимать эту любовь. Она есть в изобилии, вокруг, но в него не входит. и страх возникает при этом ставить цели и достигать, потому что иногда ребенок сделал что-то из радости, он думает, он делает хорошее, бац, его наказывает, почему ты это сделал? Он то думал, там, пошел маме посуду помыть, и вокруг целое море воды, и оказалось, что мама пришла, и вместо того, чтобы похвалить, сказать, спасибо, сыночек, спасибо, доча, ты мне помогла, ее ругают, что ты сделал здесь опять, насорил все вокруг, грязно и нечисто. Вот такие моменты, которые родители делают автоматом, и взрослые, и мы делаем жизнь, и это приводит к таким конфликтам. Я вижу, здесь у нас кое-что написано, посмотрим, что за комментарии. Елена Васильевна пишет, вы говорите потрясающие вещи, а некоторых из них слышат впервые. Да, и с чем-то безусловно согласна, но видите, обратная сторона модели существует, безотказность, непоследовательное попустительство, как хочется найти золотую середину. Да, 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 да. Вот с одной стороны, если мы видим, что ребенок делает что-то хорошо, мы помогаем, то есть находим причинам. Сейчас я дальше расскажу, и мы поймем, как это получается. Я вернусь к вашему вопросу, именно к этому, чтобы не было попустительства и непоследовательности. дошкольное образовательное учреждение воспитывает не только детей, но и родителей. Воспитание детей, если взять сейчас современное воспитание, это целая профессия, которая основана на знаниях психологии, социологии, когнитивистики, этики, народных традиций, и куда без философии, конечно, философии и других. Вот скажите меня, вот то, чему вы учились столько лет. Родители, даже если взять воспитателей, учителя более старшего поколения, за последние 10 лет открытия в области человеческой психики и когнитивистики настолько сильно продвинулись вперед, что опровергают некоторые предыдущие утверждения или позволяют рассматривать их совершенно с другой точки зрения. У каждого родителя есть своя профессия. Каждый человек занимается своей профессией, он не в курсе, он не может читать столько научных диссертаций, научных книг и знаний, чтобы воспитывать своих детей, но при этом мы, воспитатели, работы учителя, что мы можем сделать? Мы можем более понятным образом выжимку этих главных знаний предоставить родителям. и каким образом можно это сделать, чтобы они получили вот эту информацию? Во-первых, принципы эффективной работы с родителем это установка на работу с родителем как с единомышленниками. Во-первых, мы осознаем, что родители и мы это не противодействующие стороны, это не два лагеря, а именно единомышленники. У нас единая цель воспитания ребенка. Искренне доброжелательное отношение педагога к ребенку и родителям, когда мы понимаем, что перед нами человек, да, он имеет другое мнение, но он человек и со своей точки зрения, со своим мировоззрением, он возможно прав, исходя из его жизненного опыта. И если наши мысли не совпадают, не потому, что один из нас плох или хорош, а то, что у нас разные мировоззрения. Заинтересованность педагога в решении проблемы ребенка. То есть изначально мы заинтересованы в решении проблемы. Не потому, что наше слово должно поведеть, а чтобы решилась проблема. И нужен, конечно же, системный характер работы. В чате я вижу, что Лариса Георгиевна еще пишет, в настоящее время часто может произойти перекос в отношениях педагог-учитель, родители диктуют свои условия. Да, это тоже может случиться. Родители диктуют свои условия. С одной стороны, они правы, это их дети. С другой стороны, мы всегда можем уже владея информации о физиологических особенностях ребенка нормально, понятно, объясните это с родителями. В сообществе родителей считается, что мы оказываем образовательные услуги. Да, дорогие мои, прекрасно, вот прекрасный комментарий. когда я пошла в школу и там было написано обучающийся, не ученик, а обучающийся, это то есть человек, который мы наливаем на голову знания, хочешь бери, хочешь не бери, ты обучающийся, а мы тебе даем. Это уже нарушение восприятия, это действительно неправильное отношение. С одной стороны, мы оказываем образовательные услуги, но с другой стороны, мы всегда можем объяснить, да, мы предлагаем услуги. А что бы вы сделали без этой услуги? Если вы обратились к нам, значит, вы в этом нуждаетесь, значит, это нужно вам. Давайте тогда вместе договариваться. Да, это не только в школе обучающихся, это действительно звучит ужасно, то есть мы даем вам, не спрашивая, вам оно нужно или нет, вот берите, извините, даже не ешьте, а жрите. Вот настолько ужасно звучит. Итак, продолжим нашу тему. Есть родители, которые ничего не хотят слышать, начинают требовать, как надо учить, при этом сознаваясь, что сами этого не умеют. Тут уже мастерство ведения переговоров. Кстати, коммуникативные навыки это один из важнейших навыков человека, которому всем нам надо научиться. Редкие люди от природы владеют этим мастерством. Научиться, как общаться с людьми. Люди абсолютно разные, и вот это важно. Итак, вернемся к нашей теме, рассмотрим потребности ребенка. У ребенка, который ходит в детский сад, есть, во-первых, физиологические потребности. Это еда, тепло, движение, он должен двигаться, вот это важная часть, и чистый воздух. У него есть эмоциональные потребности, радость, грусть, мечтательность. В этом возрасте у них развивается именно эмоциональное тело, как говорят. Они начинают распознавать эмоции, поэтому даже грусть, даже некоторая агрессия, которая у них возникает, им надо называть эти чувства, эти эмоции. Распознание идет через называние. Когда мы даем имя каждому явлению, мы говорим «я тебя знаю», «я тебя знаю», и объясняем. Когда ребенок начинает это понимать, он развивается. И это необходимый этап развития ребенка. После того, как он распознял эмоции, он может с этой эмоцией что-то делать, иначе он становится жертвой внутренней какой-то гормонального всплеска. Эндорфин пошел, дофамин, и он радостен. Страх появился, выработался адреналин, и он весь зажат, напряжен. И какие-то кортизолы и так далее, другие разные гормоны выходят и управляют эмоциями. Нет, дорогие мои, когда ребенок начинает чувствовать эмоции, их надо обязательно проговаривать. Потребность в любви и защите. Ребенок нуждается в любви и в защите. Любовь должна быть проявленной. Не так я тихо тебя люблю, и из любви я буду тебя требовать все больше и больше. Нет, они должны любовь чувствовать. Любовь идет словесная, эмоциональная, когда обними глазами и лаской, тактильным прикосновением передается любовь и защита, когда он прибегает и просит его обнять. Это тоже необходимость. Потребность в познании. Дети нуждаются в познании, у них потребность в этом, они все лезут, открывают, читают, смотрят пальцами на вкус. Почему? Потому что они познают мир. У них потребность в общении. В младшем детском возрасте младшие дети не могут общаться между собой, им нужен обязательно посредник, они общаются сначала со взрослыми и после того, как пообщались со взрослыми, они научаются общаться между собой. То есть мы взрослые даем пример общения, как можно разговаривать, как можно договариваться. И часто мы наблюдаем, как дети проявляют удивительную мудрость, общаясь между собой. Они нуждаются в отдыхе. И у детей есть потребность в уединении, даже в садике. Если ребенок не хочет участвовать в какой-то игре, не надо его заставлять. В это время он нуждается в уединении. Он может взять одну игрушку и в углу посидеть. И надо дать ему эту возможность. Потребность познания собственной силы. То есть как только он сделал что-то хорошее и поддержал и захотел иногда покомандовать. Если это не влияет на других, если это не ранит чужие чувства, то да, мы позволяем ему проявить свою силу, чтобы распознать ее. Так, читаем комментарии, встречается также родители, которые неуважительно относятся к мероприятиям, проводимым в детском саду. Дорогие мои, это такие вопросы, что надо сделать так, чтобы это было интересно. Знаете что? Очень интересная наука продажи. Я сейчас говорю в педагогике, я говорю продажи. Каждую идею, каждое мероприятие надо родителю продать. Продать с той стороны, с какой ему интересно. Если вы скажете, это важное мероприятие, оно государственного значения, это родители ничего не значат. Да, может, если кто-то политик, да, это государственное значение придут. Но у каждого родителя есть своя точка интереса. Но если скажете, знаете, ваш ребёнок так обрадуется, что вы придёте, он будет счастлив, что вы будете рядышком, он нуждается в вас, или что-то другое, вы общаетесь с этими родителями. И для каждого родителя вы можете найти то, чем его заинтересовать, чтобы он пришёл на мероприятие. Если придя на мероприятие, вы приходя в детский садик, вы будете говорить, что ваш сын себя плохо вёл, ваша дочь нагрубила, родители не захочут к вам в следующий раз прийти. А если вы это скажете, знаете, он сегодня был немножко обеспокоен, давайте поможем ему. У него появилась некоторая агрессия. Как вы думаете, есть есть причина вообще когда он дома как себя проявляет, то есть найти не обвиняя родителя, что он плохо работает с ребёнком, по-другому. Вот реальный случай жизни. В детском садике поменялось в одной группе три воспитателя, одна получила инфаркт из-за одного ребёнка. Этого ребёнка из садика, конечно, не могли вывести. Ребёнок агрессивный, бьёт, кусается. Причина в чём? Когда рассказали семью этого ребёнка, всё стало понятно. Родители работают, появился второй ребёнок, ему не хватает любви. Он приходит, цепляется, чтобы ему дали какое-то внимание. А в это время что получается? Его ругают за это, что он не понимает. Да, он делал что-то неуклюже. Ведь можно с ним поговорить иногда недостающую энергию он получает за счёт того, что его ругают. Его ругают, он успокоился, он получил энергию, он получил внимание. Этому ребёнку не хватает внимательности. Достаточно было проявить вот такую работу психолога, привлечь работу психолога, а потом аккуратно поговорить с родителями, не обвиняя когда человеку обвиняете, он что делает? Он защищается, перестаёт вас слушать по-другому. И мы всегда можем найти, как с ним общаться, как с родителями. И мероприятие детских садиков, да, надо продавать родителям убеждение, не деньгами, продажа, продажа здесь не касается, а просто терминология такая. сделать так, чтобы он сам захотел, сам постарался прийти. А вы знаете, он на мероприятие будет делать такое, а она приготовила для вас сюрприз. И родитель будет заинтересован, хотя бывает случай, что работа такая, что на самом деле человек не может. Ну ладно, друзья мои, мы слишком отвлеклись, мы скоро у нас время всё-таки ограничено. по этим вопросам вы можете обратиться ко мне лично за консультацией. А сейчас мы продолжим. Как включить родителей в работу с детьми? Это домашние задания, совместные мероприятия с участием родителей, родительские собрания. Что такое домашнее задание? Это например простое задание, а потренироваться, показать, как можно перелить ложкой воду из миски чашку. Или из чашки в бутылку с узким горлышком. Что это дает? На самом деле дети очень любят играть с водой. И когда не переливают, вокруг образуется лужа, родители ругаются. А если объяснить, что не надо ругаться, а надо это прекрасные упражнения для развития координации ребёнка, и даже вы можете соревноваться, кто это лучше сделает, тогда это совершенно другое отношение. И вдруг родитель начинает понимать, что некоторые действия, которые ребёнок делает, делает не потому, что он шалит и мешается под ногами, а потому, что он познаёт мир. Совместно сделать калаш или поделку на выставку, посадить семечко. Вот я из своего детского садика помню, как нам дали вырастить бобовое зёрнышко. Мы зёрнышко фасоли поставили банку, залили водой, и я видела, вот многие вещи я не помню, я забыла абсолютно, а вот то, как я каждый день наблюдала, как этот расток рос, я помню. И доделать поделку, значит, и в детском садике, совместный, это совместный труд, они вместе делают, и когда объясняешь, что смотрите, вот мы на пластилин наклеиваем гречневую крупу, потому что это, или как маную крупу, или какие-то зёрнышки, потому что это гимнастика для пальчиков, мы тренируем акупунктурные точки, это поможет его здоровью и развитию мозга. Родитель начинает понимать, что вы осознанно даёте это упражнение, не потому что вам нечего делать, вы в садике не успели делать, а говорите, что ему нужно упражнение, просто так это он не сделает, а вместе вы можете красиво это сделать. Информационно-просветительская деятельность, это родительские встречи со специалистами, это родительские ректории, собрания, лекции по запросам родителей, выпуск информационных листов, помощь родителям, работа сайта, на сайте детского, у каждого детского садика есть свой сайт, можно там давать какие-то рекомендации, какие-то наработки, обязательно, чтобы родители читали и видели. Дальше это организационная деятельность, это создание родительского комитета, актива, когда они активно участвуют в работе детского садика, сделать что-то с ребенком для них естественно. Включение родителей в процесс управления, вот, родители жалуются в детском садике, знаете, почему? Потому что или не работают, или работает, или недостаточно проявлена их личность, им хочется поуправлять, на работе не получается, или они не работают, но в садике они могут взять управление родительским комитетом и проявить себя очень активными людьми. Если вы видите энергичного родителя, направьте его энергию в нужное вам русло и конфликт исчерпается. Работа родителей с комиссией, в комиссиях разные комиссии, вот, например, тот же вопрос с ребенком, который рассказал, из-за которого три воспитателя уволились в детском садике, потому что он брал и убегал и воспитатель был вынужден оставить детей и бежать за ними. Тогда это совершенно создается при наличии родительского клуба, родительской комиссии, возможно, среди них был какой-то психолог, он мог бы поработать и с ребенком, и с родителем даже на добровольной бесплатной основе, лишь бы для того, чтобы создать среду для своего ребенка. Так, читаю, да, этот момент очень важен побыть с ребенком, чтобы понять его и быть ближе. Да, нам надо найти слова, какими можем убедить родителей, что мы на их стороне, что мы не противоборствующая сторона. и создание родительских клубов. Очень полезны просмотры кинофильмов и обсуждения. Есть направление психолого-педагогической деятельности, это исследование детско-родительских отношений в рамках психолого-педагогического мониторинга, то есть проводить с ними мониторинг. Если в садике есть психолог, сейчас в большинстве садиков есть психологи за редким исключением, ведь они тоже ведут общение с родителями, они тоже могут проводить какие-то тесты, мониторинги, благодаря которым иногда, знаете, тест нужен не для того, чтобы высчитать, что в итоге получится, а задавая грамотные вопросы, мы сподвигаем родителя задуматься об этом. Он об этом не думал, но он увидел вопрос, ой, интересно. Например, если задать, как вы относитесь к методике обучения Монте-Сори, и назвать два-три именно различных гиппенрейтеров и так далее. Водитель скажет, кто это? Интересно? Я не знаю. И он задумается об этом и задаст. И если там можно по-разному составлять эти вопросы, которые заинтересуют человек, они служат якорем, крючком, наживкой, чтобы родитель заинтересовался и почитал книги, те, которые вы хотите. А потом вы говорите, у нас ссылки есть, у нас в садике есть библиотека для родителей, вы можете взять бумажные, можете взять электронные книги. проблемное тематическое и тематическое консультирование. Когда возник конфликт, вопрос, его надо проблему, конечно, решить, обсудить. Родительские проблемные семинары, ролевые деловые игры для детей и родителей. Вот ролевые игры очень хорошо, потому что мы теоретически многие вещи знаем, но когда приходит момент практики, у нас встает на первый план эмоций и мы перестаем управлять нашим эмоциональным состоянием. Ведь родители между собой могут поиграть, с детьми вместе могут проиграть. Есть очень много технологий ролевых игр, которые позволяют развивать в человеке определенные качества и психопрофилактические занятия в тренинговом режиме. Досуговая деятельность это самая простая и приятная это театральная гостиная вместе играет, конкурсы семейных талантов, субботники, а почему бы не субботники, ведь каждый может что-то сделать, детки протирают пыль или проставляют, группируют свои игрушки по группам, книжечки, а в это время родители что-то еще делают, они вместе видят, как это совместно делается. Родители берут, чтобы выложить игрушку или протирают, а ребенок укладывает туда, куда он считает нужным, и у него проявляется внутренняя сила, проявление внутренней силы, и это делается вместе с родителями. Дни открытых дверей, это культурно-экскурсионные программы, и, конечно же, праздники. Мониторинг, нужен обязательно мониторинг. После проведения каждого мероприятия нужна обратная связь. Если мы сделали что-то для того, чтобы поработать с родителями, с детьми вместе, мы проводим анкетирование, причем анкетирование в различных временных отрезках. Нужно проводить сразу после мероприятия, нужно спросить, просто вам понравилось, не понравилось, по взгляду, по лицу увидеть, а еще лучше дать небольшую анкету заполнить. Через неделю поменялось ли что-то в вашей семье после того, как вы узнали эти знания. Во-первых, некоторые родители пришли, услышали лекцию, ушли и забыли о ней. Когда вы проводите мониторинг анкетирования, вы им напоминаете, они вдруг вспоминают, а, надо было сделать. Вот часть из них вспомнит и сделает, а часть уже сделали и отзывается, и они пишут результаты, что пошло, что не пошло. На этом основании вы можете корректировать свои курсы, корректировать свои мероприятия, свои лекции. Дальше и через месяц, как это получилось. Дальше что мы делаем? Наблюдаем за детьми, смотрим их поведение, эмоциональное состояние, наблюдаем за их рисунками, за их творчеством. И, конечно, учитель сам после своей работы анализирует свою работу, насколько хорошо я смогла договориться, высказать, рассказать, показать, убедить, не убедить, что мне помешало, чему еще мне нужно поучиться, чтобы это получилось так, как надо. Так, и если мы смотрим, то родители и воспитатели это два берега одной реки. Они несут, вот река течет, это река детства, дети по ней плывут, растут, и от того, как мы будем обеспечивать им тылы, так они будут развиваться, берега. Друзья мои, я обращаюсь сейчас к вашим комментариям, здесь довольно много комментариев. Так, довольно сложный вопрос, пишет Елена Владимировна, порой сами педагоги не готовы к организациям, взаимодействия с родителями, не желают поменять позицию назидательным, на позицию партнерства. Да, друзья мои, для чего мы эти мероприятия приводим, тогда уже руководство учреждения объясняет, дорогие мои воспитатели, это требования государства, это не просто я вам сказала, или это не просто какая-то лектор с вебинара вещает, а это законодательный вопрос, закрепленный в федеральных государственных стандартах, будьте готовы к развитию, сейчас время такое, что мы постоянно обучаемся и развиваемся, стоять на месте просто невозможно, во всем мире пошла новая тенденция непрерывного образования. Так, вижу благодарность, спасибо вам, Нина Ивановна, надеюсь, что действительно была полезная информация, ну что, друзья, на этом я заканчиваю, так, хорошо, друзья мои, здесь мои координаты, если у вас останутся какие-то вопросы, будут пожелания или что-то, вы можете всегда ко мне обратиться, лично написать, и мы сможем с вами пообщаться, обменяться опытом, всем, что необходимо, и как Павел Юрьевич сказал, в общедоступных документах есть, в папках есть копии этого, этой презентации в PDF-формате, вы можете его скачать и дома при надобности более подробно ее рассмотреть. Ну что ж, на этом я заканчиваю и приглашаю Павла Юрьевича. Большое вам спасибо, что вы активно участвовали, то, что вы участвуете, вот столько человек в эфире, я вижу, это очень хорошо, это люди, которые стремятся улучшить жизнь. Вы знаете, даже если рядом с вами есть педагоги, которые ничего не делают, чтобы развиваться, вы развиваетесь и заражайте их. Они вокруг будут меняться, обязательно будут меняться. И это положительным образом будет сказываться и на вашей жизни, и на вашем окружении, и на детях, которые у нас растут. Субтитры создавал DimaTorzok